привет всем у микрофона хомиш и сегодня у меня для вас свежий выпуск новостей технологии где я расскажу в первую очередь про задержки красной компании ведь и райзены на архитектуре зен 4 под а им пятую платформу с поддержкой ddr5 нехило так опаздывают и как оказалось пятитысячные 3 dripper еще на зен 3 архитектуре перенесли на следующий год хотя изначально их ждали в конце лета а потом осенью уже во вторую очередь мы поговорим про intel ведь есть и рекорды разгона 12 900 кей который еще не вышел и дорожная карта раскрывающая подробности мобильных процессоров и даже цены с амазона на всю линейку 12 поколения в европейской рознице ну а дополнится все это приятными прогнозами от айдис и по поводу снижения цен на мониторы плюс есть некая статистика по отказа устойчивости ssd короче выпуск получился разнообразным для удобства взаимодействия он разбит на главы и ребят обязательно ставьте лайки и проверьте подписку на канал и нажимайте на колокольчик дабы узнавать обо всем интересном раньше остальных для начала не самая приятная новость для всех фанатов красной компании ведь райзены рафаэль на зен 4 архитектуре с поддержкой ddr5 и под а им пятую платформу похоже что задерживаются до конца третьего квартала следующего года если даже не до начала четвертого грубо говоря в лучшем случае процессоры появятся где-то в сентябре а показать их могут в августе хотя по изначальным планам amd zen 4 должна была дебютировать до конца 21 года позже вроде как все это перенесли на начало 22 далее появлялись слитые документы от гигабайт с деталями а м5 и тогда уже пошли слухи про первую половину следующего года еще позже были намеки именно на июль 22 в таком случае анонс состоялся бы примерно тогда же когда и показывали трехтысячные райзены на зен 2 в июле анонс а в продажу все пошло бы в августе но вот в итоге по последним слухам райзен и rafael переезжают на осень и это может быть не последний перенос то есть фанатам красной компании в идеале бы держать кулачки за выход этих процессоров хотя бы до конца следующего года ведь то как печально складывается ситуация с 5 нанометровой квотой у tsmc которая в общем-то почти полностью занята чипами для смартфонов и в большей степени купертиновской компании ведь и все семейство 12-ых айфонов и недавно вышедших 13 использует именно 5 нанометровую линию tsmc а это очень и очень массовый продукт из-за всей этой не самой удобной ситуации под красную компанию остается совсем небольшая квота именно потому а мд нацелены на рефреш за entry на 6 нанометровом техпроцессе и вероятно еще на а м 4 платформе хотя если ситуация усугубится возможно новая платформа DDR5 дебютирует с Zen 3 плюс все-таки райзен и рембрандт гибридные процессоры с RDNA 2 графика и все еще намечены на начало следующего года да в первую очередь их покажут под ноутбуки но и где-то весной под а им 5 платформу то есть она как бы выйдет раньше а вот полноценные крутые райзены на Zen 4 архитектуре придется подождать и теперь совершенно непонятно как именно складывается ситуация ведь Zen 3 плюс райзены ворхал точно будут на 6 нанометровом техпроцессе но непонятно на а м4 или а м5 из DDR5 или все же без нее а ведь еще где-то там на горизонте есть девятый райзены с 3d в кэш которые окажутся либо шеститысячными либо получат индекс xd то есть мы увидим 5 900 xd и 5 950 xd с сильно прокачанным кэшем и бустом до 15 процентов в играх а еще похоже что с 5 гигагерцами из коробки именно из-за того что с 5 нанометровой линии у tsmc все не так просто мы получаем такую странную путаницу и проблемы с переходом на новые технологические нормы что в свое время сильно ударило по амд а позже сыграла злую шутку с intel однако из приятного по информации за середину сентября и пьюшки rembrandt уже поступили в массовое производство в их случае пока непонятно будут ли там обычные зен 3 ядра или все же их как-то обновят прокачают и мы увидим зен 3 плюс главное то что графика там будет уже рд на и 2 причем судя по всей информации до 8 компьют юниц а некоторые утечки указывали даже на 12 сию то есть 6 диссию который в принципе и используется в рд на 2 это выходит уже 768 потоковых процессоров и по своей производительности чисто теоретически такая графика может оказаться очень близко к gtx 1650 и точно не хуже 1050 ти все-таки тут вам и гарантированная поддержка ddr 5 памяти и да это именно 6000 g g e h u h x и hs райзены то есть мобильные и настольные гибридные процессоры красная компания при переходе к платформе а им 5 и новому стандарту оперативной памяти делает очень серьезный упор на интегрированную графику ведь даже в райзенах рафаэль на архитектуре zen 4 будет по умолчанию небольшая интеграшка судя по всему и рд на и 2 на 2 диссию то есть это условное navi 4 но не слабо так прокачанная где-то сопоставимое с вегой 6 вегой 7 и во многом благодаря быстрой оперативки интеграшки прямо-таки полностью уничтожат рынок бюджетных видеокарт в общем то вроде все и неплохо но печально то что на ближайшее время никаких крутых анонсов не планируется в лучшем случае на оси и с покажут райзены рембрандт напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу а я перехожу к следующей новости тем временем судя по различным внутренним источникам в индустрии по информации от портала видеокартском пятитысячный райзен 3д репер на архитектуре zentri про которые утечки появляются самого начала этого года и также их дебют ожидали в начале весной позже летом еще позже осенью а далее были намеки на то что хотя бы до конца года они выйдут и вот как оказалось нет в 2021 году мы их судя по всему не увидим эти процессоры задерживаются до начала следующего года и скорее всего их покажут на выставке с с одной стороны понятно в общем то их и не нужно сейчас выпускать на рынок так как достаточно того что имеется для конкуренции с intel у которых кроме лга 2066 ничего толком то и нет а там отсутствуют конкуренты даже топовым трехтысячным 3д рипером на z2 получается красные остались без какой-то адекватной конкуренции и решили оттянуть выпуск пяти тысячных 3д риперов похоже а md либо уверенно в своих будущих процессорах либо все же проблемы с поставками так сильно бьют что выкатывать 3д рипере просто нет смысла слишком мало чипов и до последние утечки указывают именно на это даже из 7 на метровой линии тсмси просто не хватает красные отдают приоритет однако кристальным решением для консолей playstation 5 и xbox series причем самая большая квота выделена именно на консоль от sony далее идут иксбоксы а лишь после зен 3 чиплеты и еще где-то там в закромах и рдиный 2 графика так сказать по остаточному принципу при этом еще ведь нужно выпускать и зен вторые чиплеты под актуальные трехтысячные 3д риперы и старенькие трехтысячные райзны кстати и чипы под пятитысячные rx и толком то и не выпускаются поэтому в течение всего этого года вы их толком то и не видели в магазинах откровенно говоря ситуация не очень и чтобы у вас было больше понимания я постараюсь привести пример более 80 процентов всей квоты уходит на консоли и лишь в рейне 15 20 используется под оставшиеся решения я об этом в деталях с хорошими примерами и со всеми цифрами рассказывал в отдельном видеоролике дефицит всего когда это кончится и сейчас будет на него подсказка так что да никакой уверенностью в пятитысячных 3д риперах тут и не пахнет а md просто жертвует тем что не обязательно выпускать прямо здесь и сейчас конечно это будут отличные решения и да им предстоит конкуренция уже с сапфир rapids x что в принципе более чем логично хоть и в виде козыря в рукаве у intel будет поддержкой ddr5 и не слабо так прокачанная архитектура ядер зато на стороне красных обратная совместимость с платформой под трехтысячные 3д рипер и короче говоря задержки задержки и еще раз задержки ладно а теперь давайте изучим свеженький родмап от intel который появился на веб-ресурсе vccf тех и речь пойдет именно про мобильные и ультра мобильные решения которые пойдут в ноутбуке нет буки планшеты моноблоки и прочие компактные решения я не зря сказал именно про мобильные и ультра мобильные ведь сами intel разделили их на отдельные направления о чем стало известно 19 августа на архитектур day 2021 обычные мобильные чипы в максимальных вариантах получат до 6 больших ядер и до 8 малых плюс в полноценный модуль интегрированные графики аж на 96 экзекьюшн юниц в отличие от 32 ху десктопных чипов примерно то же самое можно ждать и в ультра мобильных решениях но больших ядер там будет всего лишь два а малых также до 8 это все уже известно а вот что же до новой инфы то вот вам полный родмап и тут мы видим older lake пи платформ которая судя по всему будет показана в самом конце 2021 года вероятно в декабре это как раз обычные мобильные чипы с эти дипи от 12 до 45 ватт максимальных вариантах на 14 ядер и с крутой интегрированной графикой естественно с поддержкой ddr5 пися экспресс 5.0 вайфай 6 и и thunderbolt 4 они придут на смену и как самым старшим tiger lake h45 так и простеньким tiger lake h35 плюс еще и старшим tiger lake up 3 а вот уже в самом начале следующего года вероятно в январе будет показано older lake м платформа с в максимальных вариантах 10 ядерными чипами с эти дипи от 7 до 15 ватт такой же мощной интегрированной графикой и также thunderbolt 4 но пися экспресс будет лишь 4 а память лишь lp ddr4 x и lp ddr5 да такие вот как бы максимально урезанные решения но и в то же время с самым маленьким кристаллом и самым низким tdp два больших ядра рассчитанные под хороший сингл корр то есть под игрушки конкретный софт и они смогут адекватно бустится до 4 с копейками гигагерц а малых аж 8 ядер смогут помогать в различном многопоточном софте ну и в целом чтобы адекватно работала система очень радует наличие хорошей интегрированной графики абсолютно во всех решениях действительно можно будет купить достаточно компактный легкий ультрабук совсем небольшим нагревом и адекватной производительностью но с другой же стороны полноценных 8 больших ядер мы и вовсе не увидим по мобильному направлению хотя чисто с маркетинговой точки зрения можно будет хвастаться 14 ядерными мобильными чипами чего у md нет и даже в течение всего 22 года не намечается в любом случае далеко не факт что даже самые крутые шестиядерные олдерлейки смогут наравне тягаться с будущими райзенами rembrandt скорее окажется так что для каких-то конкретных задач окажутся лучше синие процессоры а для каких-то других красные и прежде чем покупать ноутбук вы конкретно сможете для себя все решить да и интеграшка omd нехило так подтянется именно с переходом к рембрандтом к слову этот родмап прямо-таки противоречит прошлым утечкам где отмечались и речь 55 процессоры и ию 28 и некие м5 пятиядерники под планшеты тут уже и мобильные восьмиядерники есть и в целом модельный ряд как-то поинтересней но это все видимо мы увидим позже короче по мобильному направлению в следующем году ожидается даже более ожесточенная война чем по десктопному к слову свеженький корой 9 и 12 900 кей выход которого ожидается в начале ноября смог установить рекорд разгона оперативной памяти ddr5 этого удалось добиться на материнской плате gigabyte z690 аурус таки он приемница такой же платы на z590 чипсете специально для любителей спортивного разгона и вот в связке с инженерным корой 9 12 900 кей судя по всему как раз с таким который недавно можно было приобрести на таобао о чем я рассказывал в одном из недавних выпусков и кому интересно сейчас будет на него подсказка ну а оперативная память использовалась ddr5 6400 производства самой гигабайт с штатной формулой задержек 42 42 42 84 и напряжением в 145 вольта так вот что же вышла в итоге 8008 мегагерц на таймингах 50 50 50 100 и да к сожалению контроллер оперативки был переведен в режим gear 2 в котором он работает лишь на половине частоты оперативки кстати что характерно специально под older лейки теперь имеется еще и режим gear 4 то есть в нем контроллер памяти сможет работать лишь на четверти частоты оперативки и да это будет актуально при экстремальном разгоне ddr5 пока что я бы сказал это спорные результаты но все равно очень даже достойно и естественно это такая pr компания от гигабайта тем временем amazon раскрыл европейские цены на 12 поколение core процессоров и уже с учетом 21 процентного мдс а также да с нехилой наценкой именно за счет того что это ранее продажи в общем мы видим корой 9 12 900 кей за 847 евро корой 7 12 700 кей за 641 евро и корой 5 12 600 кей за 324 евро да в европе обычно цены чуть выше чем в сша и примерно такие как у нас то есть в штатах с учетом всех налогов 12 900 кей будет скорее долларов за 700 но при этом важно учитывать что рекомендуемый ценник намечен в 600 баксов и 600 евро для европы у нас в случае с intel обычно очень даже неплохо складываются итоговые цены я честно говоря не знаю из-за чего именно но например последние два поколения десятая а после одиннадцатая в принципе со старту продавались по вполне себе адекватным ценам тем не менее похоже что на старте 12 900 кей будет стоить в районе 55 тысяч рублей если даже не 60 это конечно все равно дешевле если сравнивать с разным 95 950 x но как по мне за такой проц где в общем-то полноценные всего восемь ядер нужно просить 1040 не больше до 30 очку за и 7 и где-то около 20 за и 5 если согласны то ставьте лайк либо напишите свои варианты цен в комментариях под видео ну а напоследок у меня для вас немного статистики и прогнозов согласно свежему отчету аналитической компании idc international data corporation отгрузки игровых пк и мониторов по всему миру продолжают расти быстрее чем рынки сбыта ожидается что поставки настольных и портативных игровых пк вырастут с 43 миллионов единиц в 2020 году до чуть более чем 52 миллионов в 25 аналогичным образом рынок игровых мониторов вырастет с 14 миллионов до 26 то есть почти в два раза за всего-то пятилетний период прогноз роста основан на последних тенденциях и что характерно по оценкам idc средняя стоимость игровых мониторов упадет с 339 долларов до 309 однако средняя отпускная цена игрового пк возрастет с 925 долларов до тысячи семи то есть мониторы будут становиться все дешевле и доступнее до двадцать пятого года а вот игровые пк немного подорожают укладываясь в рамки инфляции и прочие нюансы но все равно неприятно и да в большей степени это связано с видеокартами которые от поколения к поколению лишь дорожают хотя с учетом роста в двадцать первом году это все фигня и по прогнозам той же idc ситуация к середине двадцать второго года максимально пойдет на улучшение и до 25 все будет стабильно а вот другая статистика от компании backblaze указывает на то что отказа устойчивость твердотельных накопителей в принципе почти на том же уровне что и у жестких дисков компания backblaze это крупный оператор облачных хранилищ и да они делятся информацией о чистоте отказов именно в своих серверах работающих в режиме 24 на 7 backblaze честно говоря даже не понимает почему в настоящее время у твердотельных накопителей такая высокая частота отказов ломаются они не реже чем жесткие диски хотя на первый взгляд такого не должно быть в силу отсутствия подвижных частей и механизмов компания использует технологию smart для проверки состояния каждого устройства и ведет учет вышедших из строя накопителей есть несколько таблиц и если мы посмотрим на первую то увидим 6 процентов отказа у жестких дисков и всего проценту ссд шик но все совсем не так просто ведь в этой таблице указывается процент отказов в течение всего срока службы начиная с 2013 года и до отказ у жестких дисков значительно выше именно из-за того что огромное количество жестких дисков умерли в период с 2018 по 2020 год для общего понимания имеется вот такой вот график и исходя из него удивляться нечему примерно через пять лет после установки при непрерывной работе жесткие диски в любом случае начинают умирать а вот с ссдшками время отсчета идет лишь из 2018 года и именно потому какого-то большого процента отказов пока что нет однако если статистику уравнять и взять одинаковый период срока службы то мы видим следующую картину чуть более одного процента как и у жестких дисков так и у ссдшек судя из этой информации можно сделать аналитику о высоком проценте отказов ссдшек ближе к концу 22 года как бы по итогам пятилетнего срока службы и ребята из the backblaze уже к этому готовятся причем исходя из того что это именно твердотельные накопители где зачастую умирает именно контроллер они чипы памяти процент отказов по истечению пятилетнего срока может быть значительно выше чем у жестких дисков напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу как вам кажется какие будут итоговые цифры и полезно ли в принципе делиться такой статистикой а я на этом прощаюсь обязательно подписывайтесь на канал если еще этого не сделали и нажимаете на колокольчик дабы не пропускать никакие видосы спасибо за просмотр удачи и до новых встреч